В эфире «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня с нами поделится юрист Ян Чебетарев. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый. Сайт echo-кирова.ру. Напоминаю, что там есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. Есть для вас, Ян Евгеньевич, парочка вопросов. Один из них касается налогов, а второй касается темы, с которой я безусловно хотел начать. Олег задал этот вопрос. Вопрос общий. Какой ваш прогноз по делу Никиты Белых? Я к этому хочу вернуться все-таки чуть попозже. А сейчас прошу сосредоточиться на событиях вчерашнего дня. Как известно, накануне Московский городской суд, рассмотрев апелляцию защиты Никиты Белых, оставил его под арестом до 24 августа. Я детально хочу пройтись по... Вы следили за вчерашним заседанием, следили, как и мы по твиттеру Ирины Воробьевой, нашей московской коллегии, журналистки. С чего все началось? Защита в первую очередь заявила о том, что не было предоставлено времени на сбор необходимых документов, в том числе медицинских. Медицинские документы в итоге вчера были предоставлены и частично, по-моему, приобщены... Приобщены к материалам дела. Суд отказал в приобщении только тех справок, оригиналов которых у защиты не оказалось. Но это с точки зрения УПК абсолютно правильно, конечно. Медицинские документы имеются в виду те, где отображена история болезни губернатора Кировской области. Состояние здоровья. Состояние здоровья. И впоследствии он сам сказал о том, что чувствует себя действительно плохо. Это вообще насколько... Какую роль это играет в суде? Именно ссылаться на состояние здоровья. При вынесении любого процессуального решения суд, безусловно, руководствуется всем комплексом материалов. И в том числе сведениями о состоянии здоровья подсудимого, задержанного, подлежит в любом случае учёту его состояния здоровья. Хотя бы потому, что действующее законодательство предусматривает ряд заболеваний, при наличии которых вообще содержание в условиях изоляции не допускается. Препятствует отбыванию наказания даже некоторая болезнь. Ну а то, что было озвучено, диабет второго типа, гипертония, опорно-двигательный аппарат, тоже не в порядке. Это не относится к списку? Ну это к списку, безусловно, не относится. К которыми нельзя всё находиться. Но я думаю, что суд рассмотрел это ходатайство, приобщил документы и при вынесении решения всё равно фактическое состояние здоровья Никиты Юрьевича учитывал. Другой вопрос о том, что вот те болячки, на которые ссылалась защита, никоим образом не могли и не смогут в будущем повлиять на решение вопроса и об избрании дальнейшей меры пресечения, и о наказании, если пойдёт речь о постановлении обвинительного приговора. Суд, безусловно, учтёт, конечно, и наличие диабета, но, простите, диабет у нас входит в число неизлечимых заболеваний, подлежит медикаментозной коррекции, таблетки, уколы. Если диабетики получают в том числе и в условиях изоляции от общества, соответственно, не препятствует обыванию наказания. Как события могут дальше развиваться, как раз-таки по части состояния здоровья? Если состояние здоровья будет объективно ухудшаться, это будет зафиксировано, соответствующими экспертами? Документами, справками. Ну, насколько я понимаю ситуацию, Никита Юрьевич в настоящий момент, мало того, что находится в следственном изоляторе Лефортово в городе Москвы, он ещё и держит голодовку, выражая тем самым свою позицию в части недопуска к нему у членов его семьи. Не разделяя его позицию, с точки зрения закона следствие вправе в настоящий момент определять круг общения лица заключённого под стражу, безусловно, правом доступа к нему обладают исключительно адвокаты. В виде определённых исключений, ну, безусловно, разрешение на свидание ему может быть дано, однако, я думаю, что не... С свиданием с кем? С братом или с общей супругой, как он говорит? С супругой, с братом, с мамой, с вами, со мной. На усмотрение следствия, дирекционная полномочия следствия в этой части не безгранична. То есть, если следователь решит, что общение с данным конкретным человеком не может никоим образом повлиять на ход ведущегося следствия, ну, следователь может дать такое разрешение. Когда дело дойдёт до суда, разрешение на свидание даёт уже суд непосредственно. Сейчас пока следствие. Я просто пытаюсь выразить своё мнение, связанное с тем, что вред здоровью, который Никита Юрьевич сам себе причиняет, на мой взгляд, в том числе, да, никоим образом оправдан быть не может. Ну, ему следует как раз, на мой взгляд, нормально питаться с тем, чтобы иметь хотя бы силы для организации собственной защиты. Потому что лучший защитник – это сам человек. Далее, по ходу этого заседания, к делу частично, опять-таки, да, судьёй, по-моему, Наталья Баранова, были приобщены копии грамот, наград, включая благодарность президента Медведева. Насколько это значимо, да. Но, опять же, при рассмотрении уголовного дела на любой стадии, суд собирает, изучает, анализирует и руководствуется сведениями, данными о личности человека, чьё дело рассматриваются. То есть характеристика его такая? В том числе, согласитесь, что существует две большие разницы. Одно дело рассматривать уголовное дело в отношении абсолютно асоциальной личности и, предположим, человека, имеющего государственные награды, проливавшего кровь, героя России и прочее-прочее. То есть, поэтому суд, я думаю, весьма благожелательно отнёсся к приобщению подобного рода документов, но неналичие всех похвальных листов, грамот, государственных наград не позволило суду принять во внимание позицию адвокатов и изменить меру причины с фактического содержания подстражей, ну, хотя бы на домашний арест или на залог. А вот это ещё поясните, пожалуйста, для внимания. Вот это поручительство, его можно назвать институтом поручительства у нас? Существует какой-то такой понятий, да? Предусмотрено уголовно-проциальным кодексом, в том числе в качестве... Да, я напомню, просто главный редактор Эха Венедиктов, Хакамада, Явлинский, Кабалацзе, Дмитрий Гудков поручились лично за белых. Что это значит? Ну, это один из видов гарантий для следствия, в части того, что обвиняемый не скроется от следствия и суда, это поручительство граждан России за какое-либо лицо. Это какие обязанности на поручитель накладывает? Ну, фактически... Они должны с ним быть 24 часа в сутки? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Просто формально подобного рода поручительство представляет из себя фактически ту же самую характеристику. То есть люди просто характеризуют человека, обвиняемого в совершении преступления, как лицо, которое, по их субъективному мнению, от следствия и суда не скроется, будет соблюдать предписанные ограничения, предписанные законом ограничения, не оказывать никакого воздействия на ведущееся следствие, свидетелей и так далее. То есть это точно так же материалы, которые характеризуют личность Никиты Юрьевича, то, что за него подобного рода граждане поручаются, на мой взгляд, может характеризовать его исключительно с положительной стороны. А слова человека, который находится под стражей о том, что я не взяточник, я не коррупционер, я хочу это всяческим образом доказать, ну, законным путем доказать, я не хочу никуда уезжать и сотрудничать со следствием, это имеет какое-то влияние объективное на суде? Ну, любые слова, произнесенные в суде, безусловно, оказывают какое-то влияние на суд. С другой стороны, в судебной практике любого суда сплошь и рядом встречаются случаи, когда подсудимый с целью избежания ответственности может говорить все, что угодно. Поэтому здесь, конечно, большого доверия слова самого подсудимого у суда, как правило, не вызывают. Ну, то есть судья может как-то там особо мимо ушей пропустить, да? Ну, мимо ушей не пропускается ничего, хотя бы потому, что ведется протокол судебных заседаний. Просто при оценке всех собранных по делу доказательств суд, как правило, не слишком доверяет показаниям самого подсудимого. Защита выхода, да, предложила из этой ситуации либо отпустить под залог действующего губернатора, все еще действующего губернатора Кировской области, либо под домашний арест. Залог, сумма залога была разучена 28 миллионов рублей. И вот до начала нашей программы вы пояснили, что какой-то фиксированной суммы в данном случае нет, да? Не существует. Не существует. Судья может, что сам... Что защита заявила, то и имеет место быть. Ну, смотрите, суд, решая вопрос о мере пресечения, может установить залог сам совершенно произвольно. И человек фактически получит свободу и выйдет из-под стражи только тогда, когда сумма залога будет внесена. То есть не означает, что защита, например, предложила 28 миллионов рублей, суд сможет только согласиться или не согласиться. Суд мог, мог назначить совершенно произвольную сумму залога, что меньше, что больше. В настоящем деле, в настоящем деле, ну, честно скажу, я согласен с позицией адвокатов Никиты Юрьевича, абсолютно причем согласен, что мера пресечения была выбрана, на мой взгляд, абсолютно безосновательно. Почему? Все-таки Уголовный процессуальный кодекс гласит, что содержание человека в период следствия под стражей, то есть тот период, когда он еще не признан виновным, он не признан преступником, лицом совершившим какое-то преступление, допускается только в исключительных обстоятельствах, тогда, когда существует реальная опасность того, что человек скроется от следствия суда, сбежит куда-то, о том, что он продолжит заниматься преступной деятельностью, о том, что он уничтожит доказательства, либо начнет оказывать какое-то давление на следствия, либо свидетелей, с тем, чтобы не допустить ни побег, ни оказание какого-то давления, вполне можно было применить такую меру пресечения, как, например, домашний арест, это очень часто применяется. А, кстати, в этом случае под домашним арестом где бы он находился? По месту регистрации? Нет, не обязательно. Ну, насколько понимаю ситуацию, следствие ведется у нас в столице, местом совершения преступления, как минимум по последнему эпизоду, когда Никита Юрьевич был задержан, у нас является также город Москва, соответственно, только в столице он мог находиться, выезды все он мог бы совершать, но только, опять же, с разрешения следствия. Технически исполняется достаточно просто, как правило, браслетик на ногу или на руку крепится, слава богу, сейчас подобной родной техникой не является чем-то изрядовым выходящим. Были представлены адвокатами Никитой Юрьевичем в материале дела документы, подтверждающие владение им лично, недвижимостью, в которой он мог бы находиться и проживать. И адвокаты предлагали собственную недвижимость, собственную квартиру. Но, тем не менее, вот все-таки суд почему-то принял решение о том, что нет, следует держать господина Белых исключительно в условиях строжайшей изоляции. Я абсолютно солидарен с мнением главного редактора «Эхо Москвы» господина Бенедиктова о том, что уж больно это все похоже на то, что просто пытаются поломать человека. Но остается буквально минута, вернее, не остается ее минуты. Я хотел бы все-таки вернуться к вопросу Олега, который задал вам вопрос на сайте www.kirovo.ru. Прогноз. По делу Никитая Юрьевича? Да, можно кратко. Прогнозировать бесполезно данное дело. Я, насколько понимаю, линию адвокатуры. Сейчас они работают над вопросом переквалификации вменяемого деяния с 290-й. С полагаемой взятки на превышение полномочий. Да, с 290-й, да, с получения взятки на 285-ю, на превышение 20-х полномочий. Соответственно, здесь другое наказание. Хотя, честно, я вам скажу о том, что я не питаю иллюзией и считаю, что если дело дойдет до суда, а предпоскакие к этому есть, приговор, безусловно, будет отвинительным. Сейчас у нас небольшой перерыв, скоро вернется. Да, и сегодня это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Еще один вопрос, напомню, есть на сайте. И у вас есть возможность продолжить задавать вопросы. Игорь Созинов интересуется, много ли сейчас налоговых споров и стало ли их больше? Почему налоговое препятствует в смене адреса фирмы на Иногородний, на другой город? Ну, здесь все просто. Почему препятствует? Ну, во-первых, никогда было нелегко сменить адрес. Любое предприятие, любой предприниматель для Кировской налоговой инспекции фактически источник выполнения планов по собираемости налогов. Бюджеты разных уровней. Естественно. И чем меньше зарегистрированных налогоплательщиков на территории города или области, тем сложнее эти планы исполнять. Поэтому и препятствует, и будет дальше препятствовать. Какие методы были? Ну, вы знаете, зачастую, зачастую это очень странные методы, очень странные методы. В законе все подобного рода придирки не описаны. Существует масса инструктивных писем Министерства финансов. Ну, например, если фирма выражает желание сменить адрес с Кировского на какой-то другой город, это означает, что у фирмы уже на момент подачи такого заявления должен быть офис, должна быть вывеска, должен быть договор аренды. Происходит маленькая налоговая проверка. Налоговики того города, куда фирма хочет переехать, выходят по месту предполагаемой регистрации фирмы и опрашивают даже свидетелей, граждан, которые или в этом доме живут, или являются арендодателями, или работают в этом офисе. Существует ли, работает ли здесь такая фирма? Ну, если что-то их смутит, они просто пишут бумагу в уже Кировскую налоговую о том, что по месту предполагаемой регистрации такая-то фирма не находится. Что является формальным, но предусмотренным законным основанием для уже Кировчан отказать в совершении регистрационной процедуры. В чем здесь лукавство? Кто мешает фирме на момент подачи заявления находиться в городе Кирове по месту своего нынешнего существующего юридического адреса и лишь планировать в будущем, например, переехать в Казань, в Сыктывкар, куда угодно? Законом таких ограничений не предусмотрено, поэтому я и говорю о том, что это все-таки лукавство, то есть не предусмотренное законом ограничение прав предпринимателей на изменение региона, например, проживания или осуществление предпринимательской деятельности. Но что касается вопроса, в той части вопроса от Игоря, стало ли больше этих споров сейчас? Больше, больше. Кризис в экономике страны приводит к тому, что люди начинают за деньги бороться. Это тенденция. Кто убеждает? 50 на 50. Некоторый паритет есть, но я бы даже сказал, что в последнее время больше стали выигрывать налогоплательщики. Более ответственно люди подходят к вопросу исчисления уплаты налогов. Приходим к следующей теме. Безусловно, я хотел спросить Ваше мнение по поводу так называемого пакета Яровой, одна из обсуждаемых в последнее время тем. Ирина Яровая, еще раз вспоминаю, представитель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Речь идет о поправках, в том числе в уголовный кодекс или только в уголовный кодекс? Нет, там достаточно много. Много нормативных актов, в том числе ВК РФ. ВК, ВПК, отдельное законоположение в законопротиводействии терроризма, много всего. Госдума приняла, Совет Федерации принял, президент, по-моему, еще не подписал все-таки. Не подписал. Потому что там в том числе Совет по правам человека попросил его не делать этого, потому что, ну, слишком уж, слишком уж жестко на ее взгляд. Ну, вот, например, не сообщение о преступлении становится уголовным преступлением, лишение свободы на срок до одного года, за то, что не поставил у известных соответствующих людей. Такая норма уже существовала в современной действительности, правда, в праве Советского Союза, государства, которое в настоящий момент не существует. Мне бы, честно говоря, с одной стороны, очень не хотелось, чтобы Российскую Федерацию постигла судьба СССР. С другой стороны, наверное, я не буду озвучивать свои мысли в связи с принятыми по инициативе госпожи прокурора Яровой поправками. Хорошо. Расширяется число составов преступлений, по которым можно привлечь гражданина с 14-летнего возраста. С 22 до 32. В том числе, это не сообщение о преступлении, в том числе, это терроризм, участие в террористических сообществах, участие в массовых беспорядках. 14 лет человек получает паспорт, в это время, как раз, кстати, и всё. Ну, большого практического значения в этой части, на мой взгляд, поправки иметь не будут. Вот и со мной солидарны большинство моих коллег, и юристов-практиков, и серьёзных достаточно учёных. Почему в 14 лет у детей, а это всё-таки дети... У нас же пока особо тяжкие преступления, да, с 14 лет? Ещё, простите, нет осознания и понимания того, что же такое терроризм вообще. Поэтому они, на мой взгляд, могут нести ответственность исключительно за фактически совершённые деяния. Они и сейчас могут быть подвергнуты наказанию за фактические деяния, в виде, например, совершения особо тяжких преступлений против личности, убийства, грабежи, разбои. Но в то же время госпожа Яровая, предлагая расширить перечень составов, за которые можно осуждать детей, поступает, на мой взгляд, несколько непрофессионально. Почему? Потому что не меняется, например, никоим образом максимальный размер наказания в виде лишения свободы, который может быть применён к подобного рода ребёнку. Если сейчас максимальный срок составляет 10 лет лишения свободы, то и по поправкам госпожи прокурора Яровой этот срок никоим образом не изменится. Он, на мой взгляд, не совсем проработанный закон. Он странен, он странен. Кстати, Яровая, это правда у вас уже где-то, да? Вы читали, что не всё так уж туманно, не всё так чёрной краской можно обливать? Я не знаю ни одного случая в Российской Федерации, чтобы дети в возрасте 14 лет участвовали в террористической деятельности. Ну, не знаю, может быть, средства массовой информации не сообщают. Вполне допускаю, что госпожа Яровая такими сведениями обладает. Ну, пусть поделится. Но зато 14-летние подростки, дети могут сидеть в интернете и призывать к этим вещам. Ответственность тут тоже ужесточается, согласно этих поправок. Да, безусловно. Но опять же, в части призывов можно отдельно пообсуждать тематику подобного рода. У нас слишком вольно трактуются все вот эти последние интернет-преступления в виде лайков, репостов. Нажатие любой кнопки, неосторожно, неаккуратно в интернете, может быть, страктовано как угодно. На мой взгляд, это очень нехорошо. Очень нехорошо. Это прямая попытка государства ограничить и свободу средств массовой информации, и свободу на выражение собственного мнения. Чем отличается, например, высказывание собственного оценочного суждения, например, о сущностях современной государственной власти от призывов к неиспровержению существующего второй грани? Очень тонкая, не всегда понятная, и поэтому, на мой взгляд, открываются просто огромные возможности для, извините, ущемления прав граждан и фактически беспредела абсолютно правового. Ну, еще один момент из пакета Яровой, хотя, на самом деле, данных много, просто времени не хватает для того, чтобы все обсудить. Ну, вы и знаете, да, тоже один из самых резонансных вопросов – это интернет-компании, сотовые операторы, которых, согласно этим поправкам, обязывают хранить данные разговоров, смс, переписки в интернете. Большой брат не дремлет. Да, ну, операторы уже заявили, что это огромных-огромных денег, там, 50 с лишним триллионов потребуют на все это, на воплощение. К сожалению, на мой взгляд, бывшее место работы госпожи Яровой наложило определенный отпечаток, и никоим образом подобного рода мера не связана с декларируемыми целями борьбы, ужесточением борьбы с терроризмом. Ну, во-первых, как юрист, я не понимаю предлагаемого различия в международном терроризме и немеждународном терроризме. Какая, извините, черт возьми, разница, где террористический акт совершен – на территории Российской Федерации, либо на территории Республики Египет, к примеру? В любом случае это плохо. В любом случае это абсолютно одинаковое преступление. Что касается хранения информации, смс-сообщений, входящего, исходящего трафика, ну, с одной стороны, с одной стороны, я уверен, что это связано с просто попыткой ужесточить контроль над умами граждан, с тем, чтобы все глубже и глубже контролировать, о чем граждане говорят, что думают, к чему планируют, что готовится и прочее, прочее. В настоящее время у спецслужб есть законная возможность? Законная возможность есть, но тут, смотрите, сложно с чем со стороны спецслужб, со стороны полиции. Во-первых, во многих случаях наши спецслужбы, простите, руки у них короткие, почему мы живем в век все-таки высоких технологий, и при всем уважении к законодательству Российской Федерации, я думаю, что для международных компаний, которые работают по всему миру, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, глубоко неинтересно, какие законы принимает Российская Федерация. Вполне допускаю, что может быть предпринята попытка получить возможности дешифровки сообщений, математические алгоритмы шифрования end-to-end, но уже сейчас все компании-разработчики программного обеспечения заявляют о том, что ни по какому запросу никакого государственного органа такая информация предоставлена не будет, хотя бы потому, что сами компании, которые разрабатывают это программное обеспечение, не владеют исходными данными. Программы, которые сконструированы, в каждом конкретном случае используют собственные алгоритмы и собственные ключи. Соответственно, компания не может хранить все. Соответственно, опять же, в этой части максимум, что может быть, это дополнительная нагрузка на интернет-провайдеров, которых обяжут хранить весь контент, куда человек ходил, что смотрел, кому писал. Может быть, российские интернет-провайдеры пострадают больше всех, я думаю. Они об этом говорят, что увеличатся колоссальные их затраты на хранение огромного массива информации. Да, безусловно. И это остановит дальнейшее развитие информационных технологий в России. Это обидно. Жаль, что наши уважаемые депутаты никоим образом не оценивают экономические перспективы тех решений, которые они принимают. Жаль. Ну, вполне очевидно, если пакет хировой будет принят в том виде, в котором он есть сейчас, это гораздо расширит круг лиц в России, которые могут попасть под подозрения, возникнут претензии какие-то. Как, собственно, с этим, ну, не то, чтобы бороться, но как, собственно, отстоять свои права? Давайте об этом уже после рекламы небольшой поговорим. Это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Мы продолжаем, время бежит очень быстро. Давайте все-таки какие-то основные сейчас дадим, чтобы советы. Ну, представим, как это может быть, если все-таки пакет хировой будет принят, вот сидит человек, да, где-то на работе или дома, вроде бы безобидной деятельностью занимается, и тут к нему приходят люди в форме и начинают, вот, ну, все, мы тебя обвиняем, возбуждаем. На что имеют в данном случае право человек, как он должен себя вести? Ну, в соответствии с нашей Конституцией, главное право человека... Не свидетельствовать. Абсолютно правильно. Это не свидетельствовать против себя, воспользоваться нормами статьи 51 Конституции и, как минимум, получить передышку для того, чтобы понять, в чем его обвиняют, в чем подозревают, и воспользоваться услугами адвоката. Как это? Я звоню адвокату, сразу же, извините. Человек имеет право... А если нет адвоката, знакомого? Нет знакомого адвоката, есть родственники, которые могут самостоятельно помочь человеку или выбрать за него любого адвоката. Без адвоката или при наличии адвоката по назначению, то есть представленного следствием, говорить вообще ничего нельзя. Потому что извините, конечно, но адвокат... То есть прямо так и отвечать? Я говорить ничего не буду, я требую... На основании статьи 51 Конституции отказываюсь давать показания. Желаю иметь свидание наедине с адвокатом, которого выберу либо сам в настоящий момент, либо которого мне предстоят мои родственники. И все? И все. И ждать. Приходит адвокат, ну, появляется адвокат. Дальше вырабатывается уже непосредственно линия защиты. Необходимо иметь понимание, в чем человека подозревают, в чем обвиняют. И вместе с адвокатом уже вырабатывается, как конкретно это обвинение будет опровергаться. А если человека сразу его тащат за решетку? Потом судья принимает решение об аресте. Понятно. Значит, сидеть за решеткой, заниматься собственным здоровьем, дышать воздухом, чистить зубы, не совершать никаких глупых поступков и продолжать защищаться. Янергич, ну, сугубо человеческая реакция в панику в данной ситуации? Ну... Наговорить? Еще, не знаю, сделать то, что ждут от тебя правоохранители? Простите, пожалуйста, но, Владимир, это Россия. Это Россия. Прийти могут к любому из нас. Даже к тому человеку, который всю свою сознательную жизнь занимается тем, что занимается сельским хозяйством у себя в огороде, ни в какую политику не лезет и ни с кем не конфликтует, к этому такому карасю щедринскому. Но, тем не менее, все равно могут прийти. Поэтому, извините, но нужно быть к этому готовым. Паниковать нельзя ни в коем случае. Не дайте Бог. Не дайте Бог, как говорится. Что касается... Минуту еще украду внимание. Вот лично, опять же, мое субъективное оценочное суждение, на мой взгляд, мы уже проходили подобного рода ужесточение законодательства. Как правило, как только государственная власть становится менее легитимной, всегда наступает череда ужесточения законодательства. Введение новых составов. Государство начинает пытаться принуждать себя любить, что, как правило, всегда обречено просто на неудачу. На мой взгляд, если наши высшие власти здравый смысл еще сохраняют, то законы госпожи Яровой будут либо существенно скорректированы, либо просто не будут подписаны президентом. Еще одна правовая тема – это подписание президентом законы о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и обнесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. В общем, закон о коллекторе. Я знаю, Вы уже комментировали журналистам эту тему. Если кто-то не слышал и не знает, что за поправки там, ну, запрещено, например, общаться с должником ночью в будни, с 10 вечера до 8 утра, в выходные с 8 вечера до 9 утра, взыскатель долгов не правит скрывать информацию о номере телефона, адрес электронной почты. В общем, найдите, почитайте. Больше интересует Ваше мнение. Очень полезно. Но, на мой взгляд, в данном законе существует ряд очень полезных новелл, которые, например, запрещают коллекторам распространять информацию о наличии у конкретного человека какого-либо долга среди его соседей. Они не могут вывешать разного рода объявления на дверях подъезда, такой способ морального давления. Они не могут сообщать информацию о наличии долга по месту работы, гражданина должника. Они не могут по 30, 40, 50 раз на дню названивать человеку, что очень часто, всегда практически практикуется, когда просто программа робот звонит по всем известным телефонам должника и монотонно бубнит о необходимости погашения задолженности. Но, на мой взгляд, вот это весьма здравый закон, весьма здравый закон, который призван все-таки дать четкие определения коллекторской деятельности. Коллектор все-таки это, простите, не вышибало долгов из 90-х. Это специалист фактически по антикризисному управлению, задача которого до суда, до того, как в игру вступят судебные приставы, нужно помочь человеку рассчитаться со своими долгами и помочь, соответственно, сделать это в максимально щадящем режиме. Те же, кто не захотят соответствовать тем нормам и тем правилам игры, которые закон в настоящем момент устанавливают, должны будут просто подвинуться и освободить рынок. Это, на мой взгляд, можно только предвестать. Другой взгляд, как будет соблюдаться, конечно, закон, как будет исполняться. Суровость российского законодательства в полной мере искупается необязательностью его исполнения. Кстати, в вашей юридической практике к вам обращались с такими жалобами коллекторов? По коллекторам, да, слава богу, я не знаком. Чем заканчивались эти истории? Ну, как правило, после пары-тройки письменных претензий, после обращения в правоохранительные органы, все сходило на нет, и, соответственно, безобразие все прекращались. Слава богу, совершенно вопиющих случаев поджогов, имущества, угроз убийством, похищения людей. То есть самые черные примеры, которые известны мне из средств массовой информации, на территории Кировской области пока не случались. Но регулярные звонки, обклеивание дверей, различного рода, ну, не угроза убийством, но глупости по телефону, ну, это встречается пока сплошь и рядом, конечно. Остается у нас не так много времени, буквально 3-4 минуты, и я снова хочу поднять тему колесообозрения. Место, предполагаемое для установки было Театральная площадь, главная площадь областного центра. Так вот, областная прокуратура, ну, мы в курсе, да, оспорить в арбитраже заключение договора на размещение колесообозрения на площади. Отзорное ведомство требует признать документ недействительным. Тот самый вот документ на аренду этого участка, участвовал, напомню, две организации, победил ИП «Ларин». Вот что движет прокуратурой, в данном случае, в мой взгляд? Я всегда заставляю верить себя в то, что среди наших государственных органов, среди чиновников, среди сотрудников права, среди органов, все-таки здравомыслящих людей, немалое количество их, гораздо больше, чем людей случайных. На мой взгляд, здравый смысл подсказал прокуратура. Это необходимость внимательного, пристального изучения документации, в том числе и учета мнений кировчан. Да, возможно, в том числе и из-за того, что немалое количество горожан открыто выступили. Возможно, да. С возмущением. Общественное мнение, пусть не явно, но всегда принимается во внимание любыми государственными структурами. Никому не нужен русский бунт бессмысленный и беспощадный. Автор этой идеи, идеи не только колеса, но и в целом этого маршрута, авиатский променад. Валерий Крепостнов сразу же заявил после того, как стало известно, что прокуратура собирается обжаловать. «Мы действуем исключительно в рамках правового поля». Но это фраза, которую произносят многие люди, обреченные властью для того, чтобы успокоить, возможно. Господин Крепостнов не производит впечатление человека глупого. Соответственно, я думаю, что наверняка он старается и будет стараться не допускать никаких грубых нарушений закона. И точно так же он такой же кировчанин, как мы с вами. Соответственно, он точно так же учитывает мнение и наших с вами горожан. Соответственно, я считаю, что если администрация и господин Крепостнов найдут какое-то иное место, это будет на благо всем. Собственно, итог-то такой промежуточный. Накануне, вернее, позавчера стало известно, что Валерий Крепостнов и Владимир Луков встретились и договорились подыскать для колеса новое место. Великолепно. Могу подсказать, у нас отличные места на водопроводной, шикарная панорама берег реки Вятки. То есть как-то поближе все-таки к природе. Да, да, да. Просто колесо обозрения – это же все-таки способ обозрения, обозревать, простите, крыши зданий, но у нас, конечно, прекрасный город, он изумительно красивый, но не настолько живописный, как, например, Рига или Таллин. Соответственно, природой, наслаждаться видом колоколин, церквей, ближе к реке Вятки все-таки, на мой взгляд, правильно. А вы когда на чертовом колесе последний раз катались? Весной, весной. У нас у цирка есть, да, такое. У меня любимая теща очень любит колесо обозрения. Мы регулярно совершаем подобного рода экскурсии. Ну что, ждем. Будет ли подысканное это новое место? Собственно, инициаторы идеи говорили, что это будет все обсуждаемо. Пообсуждаем еще, видимо. На этом заканчивается особое мнение. Яна Чемтарева, юриста. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До встречи.